В ночь с 18 на 19 января на московских водоемах прошли традиционные крещенские купания. Много людей каждый год окунаются в прорубь, так как верят, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье. В парке Северная Тушина купания открылись церковной службой и освящением воды. Об этой традиции и о том, какое она имеет отношение к празднику Крещения Господня, в материале Галины Ледвиной. К Химкинскому водохранилищу жители северо-западного округа Москвы пришли семьями с детьми, с друзьями, чтобы окунуться в святую воду. На водохранилище была оборудована специальная безопасная купель и ордань, возле которой гостей праздника встретила композиция из ледяных фигур – колено преклоненного ангела и креста высотой свыше 4 метров. К купания на крещение – традиция сравнительно новая. Ни в исторической литературе о Древней Руси, ни в воспоминаниях о древолюционной России, о массовых купаниях на крещении ничего не говорится. И сегодня церковь не призывает и не понуждает к купаниям в холодной воде. Ни к купаниям проверяется вера, говорят православные священники. А вот традиция хождения на иордань существует с давних времен, когда Русь приняла христианство. У купели было совершено богослужение, чем великого освящения воды. К купающимся напомнили, что, окунаясь в купель, следует помнить, что это не развлечение, не часть вольклора, а участие в таинстве, соприкосновении со святыней. Мы все едины во Христе. И нас объединяет евхаристическая чаша. И это богословие церкви. Чиститься от грехов можно на таинстве и исповеди. А искупавшись в проруби, я думаю, наверное, человек может задуматься, это купание в какой-то момент может человека сподвигнуть к тому, чтобы прийти в храм и прийти на это таинство и исповеди. Между тем, церковь не запрещает купание в водоемах. Священники, да и врачи говорят, что здоровому человеку это может быть даже полезным. Купающихся было традиционно много. Осенив себя троекратно крестным знамением, люди погружались в ледяную воду. Как вот, например, Господь на Тайной Вечере, да, Он омыл ноги своим ученикам, так же мы приходим сюда, чтобы показать, что мы стремимся к духовной чистоте, единству с Богом. И вот этот поступок, да, это вот как маленький шаг навстречу Богу, который нам позволяет почувствовать, что мы должны быть более честными, более добрыми, более жертвенными. Много интересного узнать о празднике Крещения Господня можно было от миссионеров. В этом году на крещенских купаниях православная молодежь из Преображенского храма в Тушино раздавала гостям парка и участникам купания листовки с полезной информацией и рассказывала о традициях праздника. В листовках содержится информация касательно праздника, истории праздника, крещения. Это рассказывается, там, главный момент, да, что Богоявление, явился Господь, как Пресвятая Троица. И церковь нам говорит, что главная цель – ходить в храм, участвовать в таинствах церкви, главное – это причастие, да. А купаться в крещенскую ночь для любителей, конечно, можно, но это всего лишь традиция. В свою очередь организаторы сделали все, чтобы участники купания чувствовали себя комфортно. Были оборудованы теплые раздевалки и безопасный спуск в воду. На помощь готовы были прийти спасатели и врачи, а после купания можно было согреться горячим чаем.